До лета остался всего один месяц, и многие жители большого города уже садятся на диету, перестают есть, чтобы похудеть. Но у меня для вас есть хорошая новость. Существуют продукты жиросжигателей, которые можно есть и при этом худеть. Чтобы их найти, я приехала в магазин. Здесь я выясню, какой фрукт поможет избавиться от лишнего жира, какой чай ускорит ваш метаболизм и какая специя ускорит похудение. На все эти вопросы мне ответит эксперт. Ольга Панова, нутрициолог, президент союза здоровья наших детей. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, давайте начнем активно худеть к лету. Какие продукты жиросжигателей мы возьмем сегодня? Мы сейчас выберем продукты, но хочу сразу сказать, что нет таблетки такой или одного какого-то продукта, который бы был ели и прямо вот схудели на глазах. Ну конечно, волшебной таблетки не существует. Вот это нужно обязательно сказать, потому что очень многие думают, что если мы будем что-то одно есть, то будем обязательно худеть. И мало того, грейпфрут это тот продукт, который считается, что он жиросжигательный, но на самом деле нет. Грейпфрут, он очень богат на самом деле витамином С, витамином группы В, калий, который тоже нам нужен для сосудов, фосфором, магнием. То есть, несомненно, преимущество в том, что здесь достаточно большое количество различных витаминов. Мало того, сам по себе грейпфрут, он просто кладезь витамина С, который антиоксидант. И в любом случае, у нас, когда нервная система успокаивается и процесс, который внутри происходит, мы с вами начинаем расслабляться и в принципе начинаем меньше есть. Кстати, да, потому что люди же заедают стресс. Конечно, конечно. Ну вот, и в самом грейпфруте в нем много клетчатки. И вот клетчатка, это вот эти пленочки, которые все обычно убирают, а я недавно прочитала, что их нужно наоборот есть. В самих этих пленочках есть такое вещество, которое называется нарингин. Он как раз таки препятствует усвоению жиров, и таким образом вы не будете набирать лишний вес. В день по грейпфруту этого вполне себе достаточно. Оля, вот я увидела второй продукт. Смотрите, творог. Я знаю, что на диетах это продукт номер один, но здесь я вижу девять процентов, пять процентов. Наверное, обезжиренный лучше. Здесь не надо обезжиренный. Здесь нужно творог есть нормальный, девятипроцентный. Девятипроцентный? Девятипроцентный. Вам не нужно его большое количество, потому что именно в твороге молочный жир совершенно уникальный продукт, который балансирует. Например, вы только творог поели, да? У вас там сочетание белков, жиров и углеводов как раз таки оптимальное. А когда вы берете обезжиренный, у вас не хватает как бы жиров и углеводов, и белок будет превращаться как бы в углеводы. То есть у вас будут происходить процессы, которые вам в принципе здесь не нужны. Соответственно, вы берете девятипроцентный творог. Это либо утренний, либо дневной прием пищи. Поэтому для похудения едим творог утром или днем, и, конечно, что удивительно, но берем именно девятипроцентный творог. Ни в коем случае не обезжиренный. Идем дальше. Так, я так понимаю, что следующий у нас продукт, даже не продукт, а напиток, это зеленый чай. Да, это именно напиток, потому что, когда мы с вами потребляем достаточное количество жидкости, то у нас и пищеварение работает лучше. Соответственно, нам нужно выпивать полтора-два литра в день воды для того, чтобы худеть, для того, чтобы все процессы обменные были такие, какие нужно. Но есть одна особенность. Когда мы с вами пьем кофе или черный чай, мы с вами считаем, что мы пьем напиток, да? Ту же самую жидкость. На самом деле это еда. Особенно, когда любят чашечку кофе. Если кофе с молоком и с сиропом, то мы знаем, что это десерт. Мы уже образованы в этом плане. Но даже если у вас просто кофе с молоком или без, это все равно еда. Потому что зеленый чай, как и вода, они проходят по организму, особенно если вы маленькими глоточками пьете и комнатной температуры, даже не комнатной, а чуть-чуть, побольше 40 градусов где-то, то вода проходит и омывает желудок, то есть как бы нормализуя все процессы. Зеленый чай относится в данном случае к воде. То есть если вы посмотрите рекомендации, то рекомендуют пить и восполнять водный баланс водой или зеленым чаем. То есть вкус будет какой-то, но при этом это не еда, это именно как вода. Это как вода и мало того, он моментально налаживает как бы пищеварительные все процессы. И 4 или 6 чашек чая как бы они как раз таки помогут вам наладить процесс похудения абсолютно точно. Прекрасно. У нас третий продукт это зеленый чай. Что возьмем еще? Ну еще стоит взять любимый продукт в салаты и не только в салаты. И даже есть на самом деле такое определенное учение как бы по этому продукту сельдерей. Сельдерея. Все, что касается сельдерея, у сельдерея замечательный гликемический индекс 15. И он даже, скажем, называется продуктом, который не с отрицательной калорийностью. Вот уже я слышала, да. То есть если вы начинаете есть сельдерей, то затраты на его переработку, они у организма такие серьезные, что вы начинаете просто худеть. Так, отлично. Значит продукт номер 4 у нас сельдерей. Что возьмем еще? И еще имеет смысл взять корицу. Да и вообще на самом деле любые специи, которые вы употребляли, но не в очень большом количестве, они у нас с вами разгоняют кровь и соответственно разгоняют как бы все пищеварительные процессы. Но корица как бы она уникальный продукт, который еще и имеет антиоксидантные свойства и в данном случае как бы еще поможет вам молодеть. И сам запах корицы, мне кажется, он в принципе создает очень хорошее такое праздничное настроение. Ольга, спасибо вам большое за консультацию. Обращайтесь. Будьте здоровы. Пока-пока.